По последним данным, число погибших в мечети Аль-Харам в Мекке достигло 107 человек. 238 баломников ранены. Разбор завалов на месте падения башенного крана продолжается. Как стало известно, компания, проводившая работы по расширению площади мечети, принадлежит семейному клану Усамы Бен Ладена. Причиной трагедии называют сильный порыв ветра. Почему многотонная строительная конструкция была плохо закреплена, предстоит ответить следствию. Российские дипломаты заявили, среди погибших и раненых в Мекке наших соотечественников нет. Алексей Шанев следит за новостями из Судовской Аравии. Эти страшные кадры вызвали шок во всем мусульманском мире. Только что закончилась послеполуденная молитва, и сотни паломников выходили из мечети. Кран пробил крышу храма и обрушился прямо на людей. Началась паника. Инцидент произошел утром в 5.23. Мы предполагаем, что виной всему стали проливные дожди. Мечеть Аль-Харам – главный храм для мусульман всего мира. Во внутреннем дворе находится главная святыня ислама – Кааба. Неудивительно, что здесь всегда многолюдно. Инциденты с человеческими жертвами случались и раньше, но вызваны они были нетехногенными причинами. В 2006 году во время хаджа в Давке погибли более 300 человек. Власти Саудовской Аравии давно задумали расширить территорию мечети, чтобы внутренний двор мог вместить как можно больше паломников. По информации местных журналистов, упавший кран принадлежит компании, которой владеет семья Бен Ладен. В данный момент мы занимаемся эвакуацией пострадавших граждан Российской Федерации и поиском бедности пропавших. Мы проверили все близлежащие медицинские пункты. На данный момент информации о пострадавших российских граждан нет. В российском МИДе уже подтвердили – среди погибших и пострадавших россиян нет. Основной поток наших соотечественников ожидался позже, во время хаджа. Соболезнования семьям погибших и правящей семье идут со всего мира. Я хотел бы выразить соболезнования семьям погибших от имени хранителя двух священных мечетей и наследного принца. Число погибших больше ста, а раненых более трехсот человек. Это огромная цифра. Мы верим, что Бог примет жертву в раю и надеемся на скорейшее выздоровление раненых. В конце сентября начинается время хаджа. Паломничество к святым местам хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Его окончание знаменует праздник Курбан-Байрам. В этом году он будет с изрядной долей скорби по погибшим 11 сентября в Мекке. Алексей Шанев, Анна Ивлева и Оксана Воронина. Пятый канал.